В значительной степени в результате катастрофы в Чернобыле пострадала Беларусь, где радиации оказались заражены более 20% территории. Но эти данные от местных жителей тщательно скрывали еще несколько лет после аварии. Каждый год, 26 апреля, в Минске в память об аварии на АЭС проходит так называемый Чернобыльский шлях. Уличная акция оппозиции, зародившаяся еще в конце 80-х, как требование к властям рассказать правду о Чернобыле. В 90-х она превратилась в повод высказать претензии власти уже по любому поводу. За тем, чего и как требуют демонстранты от Александра Лукашенко сегодня, наблюдал Юрий Тоболин. Чернобыльский шлях – это первое массовое мероприятие оппозиции после жесткого разгона 25 марта. Однако в этот раз никто не опасался столкновений с милицией либо арестов. Демонстрацию власти согласовали и даже пошли навстречу организаторам, перенеся старт по их просьбе с середины рабочего дня на вечернее время. В итоге на улицу вышли несколько сотен человек. Шлях в переводе с белорусского – путь. Это старейшая, в чем-то даже ритуальная акция белорусской оппозиции нового времени. Она родилась еще в 89-м и за три десятка лет пережила несколько идеологических трансформаций. В первые годы националисты Белорусского народного фронта в ходе Чернобыльского шляха требовали от коммунистического руководства СССР правды об аварии на ЧАЭС. В начале 90-х шлях стал своего рода средством давления на демократов во власти. А с середины десятилетия место главной мишени протестующих безальтернативно занимает Александр Лукашенко. Самая массовая акция прошла в 96-м. Тогда Чернобыль отошел на второй план под влиянием новостей о противостоянии президента и парламента. Разогретая толпа буйствовала в центре Минска, переворачивая милицейские автомобили. Дошло даже до кровопролития. Больше подобных ошибок власть не допускала. Уже через несколько лет протестный накал упал до минимума. Акция была выколощена до состояния полной безыдеянности, пока в Белоруссии не начала строиться атомная станция. «Долой мирный атом и уходи Росатом» – вот главные лозунги чернобыльского шляха сегодня. Ну и власти, конечно, долой. Но главное все-таки остановить строительство россиянами АЭС в островце. Сейчас на станции завершается возведение первого реакторного блока. Установлен корпус реактора. Ориентировочный запуск АЭС намечен на 2019 год. «Режим и Кремль пихают нам под самое сердце в островце бомбу замедленного действия. Неужели они забыли слова из Библии? Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда. Имя сей звезде – полынь. Неужели они не видят знаков, которые сопровождают строительство на БелАЭС? Дорогие друзья, мы должны ясно и громко сказать, нужна нам в Белоруссии атомная станция, да или нет». Главное, на что требует обратить внимание демонстранты сегодня – рост тяжелых заболеваний, причиной которых, как считается, стал именно Чернобыль. На зараженных территориях следует развить систему здравоохранения и социальной поддержки населения. Но чиновники, говорят протестующие, бездействуют. «Бабушка, которая жила у меня в Мозрине, она умерла от рака. Папин брат тоже в Рогащеве, он, значит, жил, он тоже умер от рака. Мой папа, он, к сожалению, тоже в прошлом году умер от рака. Он болел пять лет. Поэтому для меня, я не хочу, чтобы люди забывали об этой трагедии. Я считаю, что нужно остановить строительство Астровецкого АЭС. Я хочу также, чтобы Россия заплатила нам компенсацию». «Я не уверен, что мы можем построить безопасную электростанцию. Я не уверен. Я боюсь, что это проявление такого политического популизма в экономической области». Что касается акции нынешнего года, то она мало отличалась от аналогичных мероприятий прошлых лет. Сработало негласное правило, давно известное каждому оппозиционеру. «Шествия разрешили, значит, задержаний не будет. А если будут, то минимальные».